пожизненное лишение свободы блин это даже звучит страшно но просто так это наказание никто не получает всем привет с вами миша и плюшка это канал бывшего осужденного сегодня вам расскажу о людях которых я встречал на своем жизненном пути которые в свое время получили пожизненный срок но потом им поменяли на 25 лет строгого режима я их встречал и вот общался там вот скажет с глазу на глаз для тех кто впервые на моем канале немного расскажу о себе я провел 12 лет местах решения свободы четырьмя сороками сидеть начал с малолетки 16 лет чем не горжусь своими роликами и каналом хочу предостеречь вас от ошибок так сказать вот своей молодости своей жизни я за счастливую свободную жизнь видео не несет никакой пропаганды агитации так сказать делюсь опытом с вами и стараясь мотивировать каждого из вас изменить свою жизнь в лучшую сторону как это сделал я и так в своей жизни лично я общался один раз с человеком который вот соскочил именно с зоны по моему это было есть такая вологодский пятак оттуда вот он соскочил и я с ним пересекался вместе на пскове мы сидели как раз у меня был третий срок мне давали полтора года если кто кому интересно вообще так сказать моя судьба как я попал в криминал там сколько раз я сидела как что происходило в моей жизни как я потом смог все-таки от этого всего отойти и исправить свою жизнь смотрите плейлист биография гопника аудиокнига в общем вот так она называется также прошу поставить палец вверх подписаться на канал ссылки на vk instagram и даже на тик ток мой будут в описании ребят и так в каком году то я там был так 2012 году я был это и дарится строгий режим псков и в общем у нас был один парень я его когда увидел он был короче блять как парень блять может он под полтос блять этому парню то почти но есть такая вещь на эти тюрьма она консервирует немного людей вот например у меня есть один знакомый он отсидел свое время полгода по малолетке и вышел больше не сидел никогда я вот например 12 лет отсидел и мы с ним выглядим по-разному он он все это время здесь бухал торчал он выглядит лет на сорок восемь вот так вот блять с хвостиком я вот как бы мне 34 года я выгляжу как два его блять и так сказать пышу здоровьем относительно хотя свои болячки тоже как бы после тюрьмы естественно есть вот и происходит это знаете за чего там потому что нет алкоголя наркотиков но вот допустим в обычных зонах это есть а естественно в пожизненных блять там даже и мысли об этом нет никогда и не будет вот и плюс еще так сказать но в зоне особо много не двигаешься знаете и как бы говорят что типа чем больше лежишь обмен веществ короче становится медленнее процесс старения медленнее я слышал такую теорию напишите кстати в комментариях обязательно свое мнение по поводу того что я вам сегодня расскажу по поводу этих людей вообще ваши отношения там может быть надо мораторий снять может быть не надо как вы к этому относитесь и так в общем я его увидел этого по этого парня или мужика скажем так он работал у нас столовой представляете да столовой это считается козья красная должность для для тех вот скажем так то гонят за понятия блять в общем типа да но давайте вот разбираться так сейчас вот вопрос такой затронем да вот эти вот все понятия которые некоторые люди бы добывать даже переносит на свободу не знаю зачем это говно вот мы сюда тащить но не имею ду тюремную вот это все общуху до сюда тащить в спокойную вольную жизнь и пытаться общаться с людьми вообще далекими от уголовщины да вот на этом жаргоне там по фене вот есть есть некоторые люди которых короче но они из тюрьмы вышли тюрьма из них нет и но понимаете знаете какая хуйня дело в том что вот чисто теоретически давайте да представим вот вот эти вот все люди которые там скажем так мурчат да и вот здесь даже на свободе как-то пытаются пытаются тоже там гнуть за романтику да представьте вот чисто теоретически они оказались в камере для пожизненно заклюну осужденных пожизненно да вот какие там могут быть понятия у них если все ему же все похуй им некому ничего доказывать не надо никому ничего доказывать может просто хуй забить и делать все что он хочет хочет он блять не знаю там хоть золотой дождь блять ёпты пускай он его здесь кто ему что скажет кто они сидят там в камере максимум по четыре человека а так обычно по два но это опять рассказывал с этого мужика они взят в камере по два человека их пост на их постоянно мешают друг с другом чтобы они там но там что-то они взят по по два или по три месяца потом мы их меняют короче чтобы они не сидели постоянно с одними и теми чтобы какой-то там преступный сговор там насчет побега не вступили что-то еще вот там естественно нет никаких мастей то есть мужик там петух там какой-то блатной естественно там нет никаких смотрящих блять за хаты и понимаете то есть но как может быть какой-то смотрящий зипс цену менять да какой какой смотрящий какой блять там такой настолько жесткий контроль идет за ними что за смотрящий там не нужен смотрящий наверное нужен чтобы был порядок в коллективе я так думаю а вот чтобы языки не поубивали друг другу не охуевали и а если как бы достаточно сильный контроль со стороны администрации то вроде как смотрящий что уже не нужен если администрация справляется своими обязанностями вот и там естественно нет этого всего эти и ну вот вот сами подумайте вот реально ли вот там там вот в эту хуйню играть тюрьму а это самое что ни на есть тюрьма пиздец более чем любая другая чем общий режим строгий или особый там вообще становится все похуй там люди как бы и знаете вот самое что интересно что если бы вот скорее всего я вот в девяносто девяти и девяти процентах уверен что если вот этот парень который у нас работал столовой до жил бы там вот в этом на этом вологодском пятаке в хате типа вот то что у нас в общих и строгих зонах называется типа петухом как самых обиженных то по приезду когда ему поменяли бы режим я думаю ему бы никто блять слова не сказал от вот я клянусь скорее всего так и было бы хуй бы ему кто чё сказал у человека просто блять решилась судьба жизни моду бы там простили все блять все что там с ним бы не случилось блять вот он все что ему ему бы слова никто не сказал но почему тогда да вот так вот почему а потому что блять все относительно в нашей жизни друзья и так в общем встретился я с этим человеком на пскове еще раз повторюсь не скажешь я с ним прям очень сильно плотно общался потому что знаете такая еще тема как бы зэки друг друг друга не любят какую-то информацию выведывать да да его по любому уже заебало у него там все спрашивают типа бля ну расскажи как там на пожизненном как там чё блять вот и в очередной раз лишний раз как бы у такого человека не хочешь ничего узнавать и как бы ну вообще как бы не принято знаете вот ночь откровенничать между друг другами там в колониях там в хатах типа за что а почему как там это как там что ну типа из человек захочет он сам расскажешь ты можешь как намекнуть типа из серии вот и блять это ну и вот как-то зашел разговор мы там с пацаном что-то новый земляк не земляк пошли там что-то я не помню по каким делам короче вот там с ним пересеклись и вот он как-то эту тему там затронул недолго он как бы так вот упоминал по ней да там что вот здесь а вот он получается приехал вот месяца два наверно как в зону а я вот только-только приехал дня три как зоне несколько вон это этот вот с пожизненного типа приехал вся зона знала естественно его блять у него были глаза вообще вот такие блять то есть он ходил он постоянно знаете но такое ощущение же он уже он уже нас освободился как будто знаете как будто ну все как будто он уже на воле но для него был лагерь строгого режима где более-менее такая 50 на 50 командировка да где вот есть режимный лагерь не скажу что он сильно черный был или сильно красный режимный лагерь для него это уже была свобода все блять у него небо над головой он общается с людьми он может ходить блять куда-то там что-то делать понимаете вот как вот вот приблизить так вот все ночи ровный не говоря о том что уже он там выйдет на свободу когда-то вообще на самом деле везде практически во всех новостных этих блять ресурсах говорят что еще пока ни одного человека не помиловали то есть помиловка напишется как вообще на имя президента прошу вас там не помиловать поменять не пожизненный срок на 25 и типа везде там говорят еще типа никому не поменяли поменяли нет знает дохуя кому поменяли блять и я имею ввиду бандитам так как постоянно мониторе вот эту хуйню что произошло там с тем или с тем вот поменяли но немногим есть достаточное число количество людей которым по бандитизму организацию пг кучи убийств и так далее там вымогательства поменяли видимо не просто так пожизненное на 25 лет и вот они уже там скоро там грубо говоря для через пять освободятся после их девяностых в общем пишется это помиловка кстати был даже случай помню по телеку показывает человека с пожизненного отпустили он опять потом сел блять да 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 был блять он сел причем буквально вообще практически сразу итак я вам скажу так я короче с этим человеком особо близко не общался я не знаю за что он туда угодил вот ну там все знают как бы блять убийство там статья указано здесь убирка такая висит у тебя и там написано пустим такой-то такой-то отряд такой статья такая такая срок такой-то нагрудный знак висит он кстати с левой стороны все тип спрашивают а почему в общем не с правой типа потому что с правой ну вот одна из версий типа с правой потому что у сотрудников висит и жетон их там лычка вот это вот типа у зеков типа с левой стороны вот не принято как бы спрашивайте я не узнавал сколько у него там убийства 1 2 3 5 10 вообще раньше давали пожизненное за 2 допустим убитых человека до могли дать пожизненное а сейчас вот я видел как бы за троих дают там 23 я видел срок за три трупа 23 года человеку дали он уже неоднократно судим уже и сидел за двоих я видел дали человеку 16 причем он до этого уже сидел 7 лет за убийство то есть вот у нее три трупа и по итогу получается блять ну тоже 23 в итоге то блять вот за три трупа за три человеческих жизней эти хуеть вот раньше давали из-за один из-за два даже убийства вот я у нее естественно не спрашивал блять и но просто так просто так как бы такие срока не дают пожизненное вообще большие срока просто так не дают если человек разом отсидел где-то десятку то приступил не жесткое и очень тяжелый то есть я посидел 12 лет за 4 срока то есть у меня 43 3 полтора 4 вот так то есть блять кто сидит за раз там 8 10 тире там 12-15 это мокруха возможно с изнасилованием короче не просто так и все но естественно те кто на пожизненным сидят там там полный пиздец блять что они творят но там самые безобидные из них это какие-нибудь лидеры опг которые только отдавали приказы там мочить таких же бандитов или коммерсов основная масса там маньяки серийные убийцы блять такие массовые убийства кто люди совершали там терроризм там и так далее в общем вот вот такие как бы люди да я помню как-то у нас соседней соседней хате по моему через одну короче перевели пацана оттуда вот с какой-то хат из соседней вот это по моему вторым сроком что сидел вот и в этой хате сидел смотрящий за крылом вот откуда его перевели да и на этом на этом крыле за которым он смотрел там был продол ну вот коридор продол называется на жаргоне где сидят пожизненно осужденные и я у нее там как будет у пацана разговаривал я говорю а вот это ну ты же сидел там там смотрящий вас был в хате за крылом он такой ну да я вот это продол то как бы но там как есть к нему доступ там недоступ как бы греет он туда засылает какие-нибудь там штуки там для них там чай сигареты блять на что он не ответил ведь я ему тоже этот вопрос задавал на что он не ответил говорит там некому в том плане что некому там не не для кого то есть там типа сидят такие не люди то есть даже даже осуждены осуждают тех людей которым дали по жизнь но блять естественно понимаете потому что там сидят там такие ебаные блять педофилы там маньяки и насильники их естественно сажают в обычную камеру даже под следствием когда они взят это вам блять не не знать не америка где сидят и первоход и человек у которого пожизненно они сидят там все вместе у них там нет разделения на такие вот на режимы блять серьезно у них ты можешь сидеть в одной камере блять вот как бы показывает да вот там америка там и вот общаюсь я с пацанами из за бугра они тоже меня все как бы можешь сидеть в камере блять у тебя будет срок год блять а у него пожизненно заебись да ему терять не хочет чекернет ночью блять только поправки скажи вот у нас же нет у нас это все разделяют и как бы не сажают не сажают людей за такие преступления тоже как бы не сажают в хаты к обычным арестантам потому что блять ну уебут уебут не доживет человек скорее всего до суда вот что еще сказать в принципе не знаю ну человек это потом освободился там насколько я понял знаете как меняет то есть тебе тебе не дай бог не тебе не мне то есть человек сидит 20 лет потом он пишет на помиловку есть мы меняют на 25 тогда он едет на строгий вот эту пятерку досиживает типа на строгом блять но по сравнению с пожизненным это конечно блять не знаю вообще не что пять лет да принципе я думаю для этого как бы и сделано что знаете у людей есть хоть какая-то надежда то есть они сидят там естественно не все пишут спустя 25 лет там 20 лет помиловку президенту типа прошу там поменять там срок и так далее в общем они эти человеку нужно во что-то верить на что-то надеяться то есть если человек посадили они узнают что он вообще никогда ни за что и ни при каких условиях оттуда не выйдет но блять это хуже даже для самого конченого блять не знаю ёбнутого жестокого человека на свете я думаю даже печушкин бицепский маньяк сидит и все равно надеется что через 25 лет он напишет эту помиловку а вдруг его отпустят хотя но тот я думаю блять наверно не надеется а может и надеется мы все-таки 50 или сколько 70 трупов у него блять бицепском лесу блять парке думаю да наверное не надеется но остальные которые там сидят там у которых менее скажем так тяжкие преступления я думаю надеется человеку нужно что-то надеется я смотрел много фильмов про это блять про снежинка потом есть мы про черный дельфин ну про колонию пожизненной данной цыка не выскакивает рекомендациях вот и все хоть ты чё поделать блять иногда интервью там с каким-то людоедами то что-то еще и но многие многие кого показывают надеется естественно деется но большинству 95 на процентами суждено оттуда выйти не заряжена блять пожизненной оптимать в общем вот такие дела что мы еще сказать ребят наверно этом все обязательно пишите свои отношения вообще что лучше держать людей таких содержать там или нет может быть моратории зря сняли может быть не зря там кстати они ходят на работу но на работу их выводят в камеру там они что-то шьют еще что-то делает это там должно пройти то ли два то ли три то ли года три наверное должно пройти шубки присмотрелись теперь разрешили выходить на работу блять то есть напишите напишите свое мнение вообще по этому поводу что вы знаете можете тоже черкануть вот а с вами был миша и плюшка ставим лайки подписываемся на канал огромное спасибо всем спонсорам канала кто нажимает синенькую кнопочку спонсировать вы меня очень продвигаете поддерживаете все ребят жду обратной связи всем добра